Какой топот, слоники бегут, слоники бегут. Там малышка спит, тихонечка, а уже не спит. Привет. Ты проснулась, да? Ты проснулась? Привет. Привет. Нашла? Да. Ну слава богу. Ну все, с богом. На соревнованиях. Вот так вот. Опа. Сейчас съем тебя. Проглочу тебя. Давай. Ножку, ножку, ножку. Вот так вот. Опа. Вот так вот. Настя, посмотришь за малышкой? Я сейчас схожу за молочком. Доброе всем. Всем, кто меня смотрит, всем большой-большой пламенный привет. Привет. Сегодня выходной. Надеюсь, не будут отключать свет нам. Очень надеюсь. Вот. И я сейчас пойду за молочком на летнюю кухню. Сергей Петрович там уже подоил коров. Ко мне сегодня должна приехать Света. И еще один прекрасный человек должен ко мне приехать сегодня. Но какой, пока что не скажу. Вот. Это будет чуть позже в этом видеоролике. Поэтому не переключаемся, мои дорогие. Так. Пойдем. Надежда моя гуляет. Что, ролик новый записываете? Нет. Я Саше звонила. А сейчас что-то он мне перезвонит. Я провожу, провожу пальцем, а не реагирует. Экран. Ясно. Пальцы замерзли. Или экран замерз, или пальцы. Одно из двух. Не договорили. Ладно. Маленькие проснулись. Рассказывала ему о том, что электричество, то да сё проводят. Все это самое. Да. Дай бог, чтобы сегодня... Я не поняла, Женя, что ли, приехала? Да, она паспорт забыла. А-а-а. Потом она прилетела быстренько и обратно. Они же на соревнования у меня поехали. Понятно. Я видела, когда она зашла. А когда вышла, я не видела. Я разговариваю. Метеор, метеор. Понятно. Я сначала... На машине выезжали. Это... Он видишь машину? А-а. Раздавили. Жалко. Понятно. Ну, и главное дело, нос-то вроде целый, а вот эти колесики... Не, всё там уже, да. Не, ребята на соревнов... Они вам говорили, наверное, да, что они по лыжам сейчас... Ну, я не разговаривала, а я просто слышала между собой разговаривать. Но я не вникла, честно слово, про какое соревнование, что они там говорят. За молочком. Не, они в прошлом году... Они всегда, каждый год. Я в прошлом году сама ездила, возила, точнее, даже. И сама в этом году вот ждём. Ясно. Сейчас пойду, я тоже бельё заберу там в этом. Или может мне бельё забрать? Я всё равно к Артуру пойду. А вы молочко принесёте? А, ну давай, только кушай-то. О, не успели мы отойти. Здравствуйте. Да тута, тута вот, тута. Вот так надо встречать помощников и работников сельского хозяйства. Сергей Петрович, как вам такая встреча? А здесь? Я прям вот ждала целый час здесь, мёрзла. Думаю, когда же они приедут-то, а? Ты чё ещё никого не поругала? Дорога не чищена. Я уже с вчера в 12 ночи там это... Сергею Петровичу выговор. Ты что? Он нас вчера без ужина оставил. Он съел порцию свою, Лёшину и мою. Сергей Петрович, ты столько... Я не знаю, как меня кормят. Три часа я один умер. Сергей Петрович, ты столько не работаешь, блин, сколько ешь. Ты, блин, хоть снег почисть. Что это такое? А, это ты привезла? На-на-ра, 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 танцуем. Танцуем. Спасибо. Они кушают, когда нет. А когда лежит... О, да. О, да. Не успел, тот опоздал. Кто не успел, тот опоздал. Большой семье, говорят. Клювом не щелкают. Ладно. Что, у нас теперь только здесь заход. Всё, там заколотили. Я сейчас Картуру зайду, вельё принесу и приду. Я тоже молоко возьму. А вот это, что такое стоит у нас? Вельё принесу молоко отвозить надо будет. Никто не... Свежее не берите вообще. Там 10 банок заказали, поэтому... Хорошо, ладно. Вот это, что такое? Никто не подскажет. Что это вообще? Это больше наш... Этот, выкинешь это и куром потом. Потом как-нибудь, а мы потом помоем. Свет сегодня может быть... Ну, наверное, нет. Таше сегодня выходной. Может, они не будут нас сегодня дергать со Светом. Артур, привет. Я к тебе. Можно? Ну что, пятый ряд пошёл, да? Пятый ряд пошёл. Ты в очках сегодня? Ты в очках сегодня? Ну, свет не очень, поэтому... О, бедный. А, ну что ж. Артур сказал, что за неделю выложит кухню. Если никто не будет ему мешать. И никакие обстоятельства, и никакие люди, и никакие блогеры. Ну, вот сегодня начало пятого ряда. Посмотрим, что как там будет к вечеру. Так. А мы всё так же стираемся по ночам. Сейчас заберу бельё отсюда. Принеси, пожалуйста, где-то масло под солнцем. Да. Ладно, хорошо, принесу масло. Да, на здоровье. Эй, вы там, на том берегу. Я вчера... Артур, знаешь, как кайфовала в ванной, лежала? Никто не стучался в дверь. Ушла от них вечером купаться. Я, короче, лежу и думаю, что-то изменилось. Не могу понять, чего. Думаю, в дверь никто не долбится. Я тебе больше скажу, давай вот так и оставим, а? Мне понравилось, слушай. Такой вообще бландец классно сделал. Так, масло, да, говорите? Ну, вот так приходится туда-сюда бегать из-за того, что нет прохода. Ну, круто, нормально. Главное, что тепло на улице. Так, мне надо, чтобы кто-нибудь из вас подготовил одну комнату. Наверное, Женечкина на втором этаже. Ушла приедет преподаватель, и она там будет три часа заниматься. Соответственно, там надо, ну, чистенько, порядочек, чтобы ее туда проводить, закрыть. Ладно, а я сейчас буду готовить. Даю, чтобы не выключили свет. Ну, да, да. Ты видишь, как она уже... Да, все. Ну, так, конечно. Сейчас надо погреть молочком. Поставим, сейчас причешемся. Давайте причешемся. Ау. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, очень вкусненько. Я уже поняла, что тут, чтобы не обыкновено. Это Кристина подарила. Девушка Леша. Когда она была? На Новый год. Тетя, вытереть ручки? Да. Давай, иди сюда. Иди в утру тебе ручки. Ой-ой-ой. Что случилось? Да, она уронила яичницу. Сейчас я подберу. Я даже не делала. Ну-ка, не топчись. Ой-ой-ой-ой. Ну, что тесно. Тесно нам тут вообще. Ужасно тесно. Просто проход метровый. И все. И стол, и диваны. И все здесь в одном флаконе. Ой-ой-ой-ой. Я хочу взвеситься. Кто боится показать свой вес? Я нет. Света, ты боишься показать, сколько ты весишь? Хотя да, после праздника. Ну, на 3 килограмма похудела за неделю, наверное, где-то. Ну, вот я недавно взвешилась. Была 85, сейчас 80. Света, вставай. Посмотрим, сколько вот эта жемчужина весит. Убирайте свои большие трактора. Давай я взвешусь. Яков, убирай. То сейчас тут Света 100 килограмм будет весить. А-а-а-а, козочка. Ничего себе козочка. Козочка. 50 килограмм, да я тебя на ручки возьму. Ты 50 килограмм весишь. Это челок-то. Собачки уже маленькие. Оказывается, Света у нас очень-очень легкая. Слушай, у меня телята больше весят. Да? Да, только тебя удобнее брать, чем их. Классно на ручках-то, а? Тебя, наверное, муж там носить не снимает, да? Так, интересно, а где у нас старшее поколение? Ну, совсем старшее уехало на соревнования по лыжам. А вот где у нас Саша, Буни, София? Неужели спят дети? Нет, конечно, не спят. Доброе утро! У нас завтрак. Проходим, не стесняемся. На завтрак. Так, ноутбук уберем. Готовим комнату к приезду преподавателя. Сейчас приедет к нашим малышам. Саша, Данила, София. Преподаватель начальных классов. Будет с ними проводить индивидуальные уроки. Это как раз то, что я хотела рассказать. Вот, попозже. У нас теперь, дай бог, будут постоянные репетиторства. Вот, и я так решила, что так будет еще более эффективно. Вы часто меня спрашиваете, где учится Данил. Да, Данил учится в обычной сельской школе. Плюс еще у него есть обучение онлайн в школе. Мне хотелось попробовать, как это вообще будет получаться. Ну, и сейчас, так как мы пропустили очень многое по болезни, месяца два мы, наверное, вообще толком не учились. Из-за коронавируса, из-за того, что болели сами. В общем, я решила, что дополнительные занятия с детьми не повредят. И для первого класса, и для второго, и для третьего. Будет хорошо. Вот, я не знаю, как часто будет она приезжать. Пока что договорились только на выходных заниматься. Но я очень довольна, потому что сама я не успеваю дать необходимую информацию, скажем так, образование своим детям. Я могу только помочь делать уроки, но не больше. То есть, я не могу сидеть и объяснять им темы. В школе эту проблему решить не получилось. Онлайн-школа, она тоже, в принципе, не подразумевает, что подтягивает отстающих. Хотя мы брали курсы именно для того, чтобы подтянуть знания. Но это идет как бы фоном. И Данилу нравится там учиться. Он все время спрашивает, когда я в Фоксфорде поучусь. У нас очень классный наставник там. И пока что Данил единственный, кто захотел там учиться в онлайн-школе. Скоро будет аттестация. Посмотрим на его успеваемость в онлайн-школе. А по обычной школе скажу, что все почему-то очень и очень плохо. Из-за того, что учитель просто ставит оценки двойки на пропалую. То есть вообще никакого выхода, никакого шанса, как будто у ребенка нет учиться лучше. Но я так не считаю. Я вижу, что ребенок не глупый и может учиться. Просто, видимо, учитель не может смотивировать его, заинтересовать его предметом, который преподает. Ну, что поделать. В общем, моя зона ответственности, чтобы ребенок учился. Поэтому я прилагаю все усилия для этого. А то, что я хочу, чтобы преподаватель, который приезжает к нам, занимался и с Сашей, и с Софией, это потому, что, во-первых, ей ехать сюда целый час. Во-вторых, ну, почему бы и нет, как говорится. Им не повредит уж это точно. Хотя Саша учится неплохо, но о Софии в первом классе там еще трудно что-то говорить. Вот. Так что у нас сегодня вот такой интересный будет день. Приходится ходить, мыть посуду через улицу, носить. Ух ты, какой классный ветерочек освежающий. Так, все, замочила посуду. Еще помыть яйца. Но я чуть-чуть попозже этим займусь. Вот таким способом. Ну, вообще отлично. Это и сырниковый пошло. А тут уже сырниковый там кончается. Ну, все, аккуратненько, главное, хорошо. Только аккуратно. Да. А то, что я и тут кусок сделал, и что там уже некрасиво. Да, да, согласна. Спасибо, Артур. Ты меня даже спрашивать в другой раз можешь не спрашивать. Ты лучше знаешь, чем я. Нет, я просто... Показать. Показать. Мне что плитка не хватило. Мне это важно. А то, что, конечно, я знаю, как красиво. Я поняла. Вы далеко еще? Да, тут уже подъезжают. Подъезжают. Здрасте. Давай. Ну, слава богу. Честно, я так волнуюсь, как будто это у меня сейчас будет урок. И меня будут готовить в школе. Я не любила учиться в школе, класса, наверное, до седьмого. Потом я перешла в другой класс. И, конечно, там учителя смогли меня смотивировать. И у меня появилась цель. Я хотела стать врачом, а не стала им. Как доехали? Прекрасно, только долго. Да, согласна. Вот это прям, конечно... Ну, далеко мы же живем друг от друга. М-о-р-я. М-о-р-я, да? Потому что однокоренное слово мы подобрали с тобой. М-о-ре. Ударение падает? На-о. На-о. М-о-ре сколько у нас словов? Два. Два. Ударение у нас падает? На какое слово? На первом лице? На-о-о-о-о-о. Ой, друзья, я уже предвкушаю ваши комментарии по поводу сегодняшнего ролика и хочу сразу вас успокоить. У меня нет комплексов по поводу того, что мои дети там учатся плохо или что-то не понимают или пропустили много по школе, и поэтому теперь им тяжело учиться. Я не требую никогда от своих детей каких-то сверхспособностей. Я не воплощаю в них того, чего во мне там не было в детстве или в молодости, того, чего я не достигла. Я не педалирую тему вообще, в принципе, высшего образования, золотой медали, отличники. То есть для меня это не звучит здесь. Я всегда говорю, дети, я вас люблю и буду любить независимо от ваших оценок. Да, порой, конечно, обидно, когда ребенок учится на двойке, на тройке. Хочется, чтобы твой ребенок учился лучше, но сами знаете, какие внутренние чувства обычно у людей в этот момент развиваются. Развиваются чувства собственного достоинства. То есть мой ребенок хорошо учится, я молодец, я хорошая мать. А если твой ребенок плохо учится, я плохая мать. Это все подмены, это все неправильно, это все разрушает вообще на корню взаимоотношения родителей с ребенком, потому что оценки – это вообще очень странная система. Ну, как можно оценивать ребенка, который мог испугаться, мог там, не знаю, не потому что он не знает, а потому что он забыл там, ну, еще масса всяких причин, может быть, почему ребенок отвечает и получает плохую оценку на уроки. Это, во-первых. Я сама говорю, училась достаточно плохо, класса, наверное, до седьмого, и мной занималась мама, надо сказать, она делала за меня уроки. Но это ничему хорошему так по большому счету не провело, потому что знаний у меня было ноль. А вот когда мне захотелось, когда меня смотивировала идея стать ветврачом, смотивировала учиться, вот тогда я начала учиться самостоятельно, училась очень даже неплохо. Конечно, отличницей я не была, но всего 4-4 в году вот такой у меня был результат. Конечно, обучение – это процесс очень достаточно сложный. Начинается он очень и очень рано для детей. Ну, я так считаю. Во-первых, нужно вжиться в новый режим, вставать очень рано. Сейчас вот эта ситуация с короной очень все усугубляет, потому что то дети учатся, то не учатся, то так, то так. Мы, родители, не преподаватели, мы не обязаны по большому счету учить своих детей. Мы отдаем детей в школу, и там должны дать им знания. Но так получается, что по новому учебному процессу дети приходят с пустой головой из школы. Это уже я замечала не только по своим детям, но и по другим. И тут надо очень сильно силу воли большую в ребенке, я не знаю, как-то смотивировать, моделировать, не знаю, либо у него самого должно это развиться чувство, что он должен учиться, ну, либо ничего не получится. И тем более сейчас дети все сидят в гаджетах, это их тоже отвлекает, развлекает клиповое мышление, все быстро должно меняться, дети быстро утомляются, сидят также в гаджетах и в школе. И учителя, по сути, ничего с этим не могут сделать. Я вспоминаю своих учителей, у нас учителя были очень строгие, и нам это нравилось. Строгость плюс, конечно, заинтересованность в уроке, заинтересованность самого учителя. Женечка у меня закончила, хоть она отличная и золотой медалью, но она всегда подчеркивала, что с тем учителем, который горит своим уроком, который вот пламенеет этой темой, вот с ним легче всего, а тот, который посредственно преподает очень тяжко, тут надо включать самостоятельность. Ну, я рада, что я смогла найти этого преподавателя, эту прекрасную женщину, которая согласилась ехать так далеко. Ну, вот я так и думала, что она скажет, что очень далеко к вам, но надеюсь, что она от нас не откажется. Да? Спасибо. 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 Спасибо.